Наш сосед и Лера с сосиской. Пойдем, сосиска маленькая, пойдем. Увязался, увязался. Утро доброе. У нас обстановка в стране не очень, но будем надеяться, что все будет хорошо. Что? Опять достает у тебя сосиску? Два друга. Как она любит эту собаку. Но я на собаку. Не, не, не. Я и собаки. Дома у нас собак пока не будет. Идем, солнце, пойдем уже. Будем считать, что это наша израильская сирень. Какой тут запах. Просто прелесть. Цвет настроения фиолетовый. Применяйте его в своей жизни чаще. Правда, голубь? Обстановка в Израиле не особо, скажу я вам. Сегодня полдня следим за новостями. Юг обстреливают. Есть пострадавшие в Ашкелоне. Прямое попадание в Ашдоди. И это, конечно, очень неприятно. Огорчает. Очень жалко людей, которые живут в этой части Израиля. И страдает психика детей, страдает психика взрослых и пожилого населения. Желаю вам сил и терпения в это время. Благодарна Богу, что живем вместе, где редко слышим. Сирену. И вот я иду забирать ребенка в сад. В то время, как все в южной части страны отменили все занятия. Школы, садики. Другие какие-то массовые мероприятия. Время такое не успели отпраздновать День Победы, как началась у нас тут заварушка. Вроде в наших местах тут жизнь проходит своим, таким путем мирным. На юге неприятно. И не только на юге, но и просто массовые беспорядки арабов в Лоди, в Яфу, в Хайфе. Они тоже не радуют. Неприятно, честно. Но мы держимся и не унываем. Потому что в такое время надо наоборот. Быть сильным и верить в лучшее, чего и вам желаю. По поводу садика отвечу на вопросы одной подписчицы, которая спросила, как работают сады в Израиле. Ну, в обычное время не до короны. Сады где как. Но вот лично наш открыт с 7.30. И до 2.00 это бесплатный садик. И с 2.00 до 5.00, либо с 2.00 до 4.00 есть продленка. Продленка платная. У кого как. У нас, если с 2.00 до 4.00 она 800 шекелей. Если с 2.00 до 5.00, она 965 шекелей. Вот так примерно. Вот в садике детки играют. В саду с 3.00 лет детки не спят. Ну, а до 3.00 лет садики в основном частные. Либо льготные для определенных слоев населения. Но это уже другая тема. Пожалуйста, в саду что-то вам рассказывали про сирену? Ничего не рассказывали? Нет. Нет? Мысль. И сирены не было. И даже сирены не было. А ты сирену боишься или нет? Нет. Или ты знаешь, что надо делать, когда сирена? Нет. Что надо делать? Без один в бомбоубежище. Молодец. В бомбоубежище. Это, например, твоя мусорка. Ну, пойдем, Леруша, иди сюда. И да, в наших детских садах есть специальные комнаты бомбоубежища. Это очень хорошо. А еще воспитательница прислала сообщение, что, ну, все, наши сады работают, но на случай, если что-то там, да, обострится ситуация и отменят занятия, то надо несколько волонтеров родителей, которые смогут в быстрое время среагировать на просьбу и прийти и забрать детей из садика по своим домам. Вот. Проводятся ли какие-то занятия в саду? Ну, конечно, у них есть своя программа от Министерства образования и есть тематические разные темы, которые они разбирают. Вот сейчас детки готовятся к шавуоту, к празднику молочному такому. Вот сегодня им рассказывали про злаковые. Леруш, про что вам сегодня рассказывали? Про колоски? Да. Готовили их к шавуоту. Тут и колоски. Да, тут и колоски. И... Ну, это все в садике, там где до двух. А вот уже продленка, это такое себе дети занимаются, кто чем хочет. Главное задание это... Давай руку. Это наблюдать за ними, чтобы они не делали никаких глупостей. И покормить их, потому что на продленке так же кормят детей. Об этом я уже говорила неоднократно. Количество воспитателей и нянек. Ну, понятно, что одна воспитательница и две нянечки на группу в 30 человек. Это в нашем саду так. И вот движение у нас тоже насыщенное. Продолжается обычная жизнь. Но это у нас. На юге страны ситуация немного иная. И когда заходишь в новости, все это видишь. И это, конечно, неприятно. Что самое неприятное, это что Хамас запускает ракеты из своих жилых районов на израильские жилые районы. То есть, фактически, двойное преступление. Ну, это какой там, не знаю, пипец. Сейчас, получается, своих же убивают. Ну, и наших тоже заодно. А в Хадере тоже все тихо и спокойно. Обычная жизнь. Все те же пробки в часы пик. И сейчас еще покажу маленькое видео, где братик, который живет в здоровье, защищает сестричку от ракетного обстрела. Ну, когда звучит сирена, и где-то там далеко падают ракеты, он заслонил ее своим телом. Снимаем. Не лаком, не лаком. Вене, я могу наложить от этого. Я все в целом. Я вернусь еще один раз. Я не знаю, что они мне спрашивают. Все хорошо. Время, еще раз. Время! Ты не хочешь? Время, не. Ты не хочешь сейчас? Время, не. И хочется сказать, что такой мальчик, он никогда не пойдет приносить вред другим детям, другим людям Это я говорю еще к той ситуации, к той новости, что произошло сегодня в России, в Казани Думаю, большинство из вас уже читали, видели эту новость, очень неприятная И тут хочется сказать, что говорите своими детьми, уделяйте им побольше внимания И мне кажется, у любящих детей и у детей, которым уделяют много внимания, которых правильно воспитывают Им никогда в голову не придет вот такое вот Потому что да, сейчас время интернета, дети очень много времени проводят в интернете В разные сомнительные группы, проекты, игры ввязываются И надо следить, что и как делают ваши дети И даже если этим детям уже 19 плюс И, наверное, на этом все Все-таки будем думать и верить в то, что все изменится Еще три дня назад я желала всем мира и не знала, насколько актуальным это будет сейчас у нас в Израиле Так что держите за нас кулачки, те, кто живет не в Израиле И всем всего хорошего И мира нам поскорее Пока